Елена, приветствую вас в нашей студии на Политека. Вот давайте с вами, вы известный, уважаемый психолог, поговорим о известных и достаточно уважаемых людях, это кандидаты в президенты Украины. Вот последний рейтинг, который выходил, это были Юлия Тимошенко на первом месте, на втором месте Владимир Зеленский, который, помню, еще не говорил о том, что он идет в президенты, а только думает. Затем идет Юрий Бойко, после них идет уже нынешний действующий президент Петр Порошенко, за ним Анатолий Гриценко и Олег Ляшков. Все остальные 5% даже не набирает. Вот давайте поговорим об этих людях, о том, почему они могут стать президентами или не могут, какие качества могут подкупить, скажем так, украинский народ, убедить нас, что именно за них стоит голосовать. И, конечно же, очень интересно все-таки Зеленский и Вакарчук, как они так появились и почему их так поддерживают. Да, Вакарчук, кстати, тоже где-то 3,1 набирает. Да, вот последние рейтинги. Елена, давайте, с кого начнем? Да, я бы сразу сказала о том, что у каждого из этих политиков определенная целевая аудитория. И они, конечно, работают на этих людей. Но насколько проработан имидж каждого из них, это большой знак вопроса. Я с удовольствием выскажу по этому поводу свое мнение. С кого начнем? Ну, давайте начнем с того, кто на первом месте. С Юлией Владимировной, да? Я буду говорить от себя. Анализирую это с позиции даже того опыта, что я вела психологию рекламы в университете, конфликтологию, поведение потребителя, меджологию, курс годовой. То есть я понимаю больше, чем просто психолог, который принимает людей. Значит, смотрим. Юлия Владимировна, она на сегодня, на мой взгляд, больше работает на таком антиимидже других политиков. Потому что, простыми словами, все уже со своими обещаниями надоели. То есть и она, чуть-чуть уйдя в сторону, правильно это сделав имиджево, теперь вышла на арену. Ну, и очень многие, знаете, как отвечают на вопрос, почему Юля, а кто другой? Но я бы, знаете, сказала все-таки, что у нее, конечно же, все хорошо продумано. И Тимошенко хитрый политик. Она очень хорошо ориентируется, когда косу заплести, когда распустить, когда слезами взять электорат, когда говорить умные и даже агрессивные вещи. Она знает, когда что, дети, и как ответить оппонентам. И с этой точки зрения, вот этот женский образ, который, по большому счету, возможно, способен спасти Украину, спасти каждого человека, он и работает. Потому что, по большому счету, люди же не анализируют, уже давно не анализируют эти слоганы, не анализируют, кто что обещает. Они смотрят на человека. И вот, допустим, с этой точки зрения Юлия Владимировна охватила самую большую часть электората. Она забрала интеллигентных людей, которых в силу своих радикальных поступков и такой образной радикальности потерял Лешко, допустим. Давайте, допустим, как сравнение перейдем к нему. Лешко, он, с одной стороны, можно сказать, что он ближе к народу. И он, конечно же, хорошо прорабатывает эти образы вилл, сало, каких-то вот там драк в Верховной Раде. Но это четко говорит о том, что его электорат, люди, которые на самом деле искренне считают, что пора уже этим всем дать в морду. Все, которые так не считают, все, которые формы и виды, причем это не обязательно радикальность, не обязательно такие формы и виды, да, агрессивные, образные. Все люди, которые против агрессии, они уходят от этого, от этой модели поведения. И я абсолютно объективно, просто вот периодически задавая вопросы и слушая мнения, многие почему-то говорят о том, что если он придет к власти, то Украине будет стыдно. Потому что он будет вот такие поступки совершать и в кресле президента. Я бы тут не критиковала, мы до конца не знаем, что там придумали политологи и какой может быть козырь и джокер у Лешков в последний момент. Но то, что у него есть своя целевая аудитория лояльная, и он ее держит, и все остальные претенденты в президенты эту целевую аудиторию раздражают, это однозначно. У нас в стране все-таки немного такое патриархальное до сих пор общество, и не знаю, хорошо это или плохо, да, но вот оно свое такое. Как, насколько здесь вот тот фактор, что Юлия Владимировна женщина, и что она единственная женщина в этой гонке, и главнокомандующий, насколько у нас готовы женщину сделать главнокомандующим? Вполне на сегодня это хороший образ, потому что какое мнение у целевой аудитории на уровне восприятия массовым сознанием? Мнение такое, что мужчины, президенты страну разворовывают, ничем не занимаются, ничего не понимают в том, что волнует народ, и, собственно, им доверять на сегодня нельзя. Тут образ женщины, спасительницы, берегини, которая поймет каждого, которая будет заботиться о семейном укладе, о зарплатах, то есть о тех базовых неудовлетворенных потребностях, которые существуют у наших людей на сегодняшний момент. Ведь никто пирамиду потребностей не отменял. Пока не удовлетворены базовые потребности, никто не будет думать о высоком, пока ему хочется есть. И на сегодня политики, которые апеллируют к высшим духовным потребностям, они совершают абсолютно неправильный ход, потому что сначала человека на корме, а потом спрашивают, что он о тебе думает. И с этой точки зрения Юлия Владимировна тоже очень органично работает со своими обещаниями. Потому что в любом случае образ, обещание, вот все и правильно информация донесена. То есть я обещаю, но нужно, чтобы поняли это. Потому что, допустим, Бойко, Гриценко, они на самом-то деле самые незапятнанные фигуры в нашей политике. То есть они не участвовали ни в каких ярких скандалах, они не подписывали ненужных документов. То есть с этой точки зрения их имидж фактически чист, как белый чистый лист бумаги. Ну не совсем, все-таки Бойко вспоминают вышки Бойко, как называется, Гриценко. Опять же вспоминают о том, что он был министром, и во время того, как он был министром, что-то продавалось, что-то разворовывалось. То есть, в принципе, на каждого из нашего политиков можно что-то накопать. У всех можно в чем-то обвинить, скажем так, что у них в этом смысле меньше всего баллов. И мне кажется, что они в своей политической программе рассчитывают на это. И фактически, конечно, на это рассчитывать нужно, но этого недостаточно. Большинство людей говорят, этот вроде нормальный, этот тоже вроде интеллигентный, ничего. Но я не понимаю, что они обещают. Правда, у них в их политической платформе достаточно непроработанная символическая или вербальная подача того, что будет с человеком, если он придет к президенту. Просто хороший парень – это не профессия. Просто интеллигентный человек – это еще не значит, что он придет и вас накормит. На сегодня наша страна, первое, патриархальная абсолютно верно. Второе, она функционирует и выборы все делает на уровне базовых потребностей. Владимир Зеленский – феномен сейчас украинской политики за все время независимости. Опять же, говорит, что думает по поводу того, идти ли ему в президенты. Но у меня сложилось такое впечатление, исходя из интервью с Дмитрием Гордоном, что для себя он уже решил, что он идет. Ну, вот теперь надо убедить семью, что он таки идет. Вот мы привыкли его видеть как актера, как комика. В интервью он говорил, что он достаточно, ну, сложилось впечатление, в всяком случае, у меня, что он достаточно такой жесткий, конструктивный человек. Вот вы как видите вот его, исходя из тех интервью, которые он говорит, исходя из того, как он ведет себя на сцене, какой у него психотип? Понимаете, нам нужно отдавать себе отчет, что любые слова, сказанные в этот период, они продуманы. Это абсолютно продуманная подача «я еще не решил», семья, опять же, апеллирование к семейным ценностям. И это достаточно верно, потому что на самом деле Зелинский на сегодня ближе всех к народу. Он ближе к той большой части электората, которым надоели политики. Он сделал очень хороший ход, снявшись и сняв фильм, где он, собственно, является проекцией президента, о котором бы на сегодня мечтали люди. И с этой точки зрения для меня абсолютно неудивительно, что ему доверяют, потому что это тоже продуманная игра. Фильтры массового сознания отключаются, когда существует юмор, когда существует человек, о котором говорят, вот единственные, нормальные, и в то же время, знаете, как я бы, конечно, если бы имела отношение к его политической программе, я бы поднимала информацию о том, где он учился, какой он руководитель, даже может сформировать образ, что он там где-то чем-то руководил, потому что этого, это единственное, чего народу не хватает. Единственный элемент сомнения, это когда говорят о том, что, ну, он все-таки актер, как он будет управлять государством. Ну, то есть такой вот первичный взгляд людей. Это единственное, чего ему не хватает, и базу нужно делать здесь, а не на семейных ценностях. Но, по сути, есть же еще один посыл народа, я не знаю вообще, за кого голосовать. То есть, и вот с точки зрения этого посыла, все кандидаты, они попадают вот в эту кампанию. Остается только Зелинский, который, по большому счету, в политике новая фигура, а сейчас все ждут новую кровь, молодую, и он успел создать тоже свое кинематографическое государство. Президент Петр Порошенко, какие у него шансы? С этой точки зрения они вот стоят вообще по разные стороны полос, потому что Зеленский берет позитивом и юмором то, чего сейчас не хватает в нашем тревожном обществе. Порошенко выбрал не очень правильную с точки зрения анализа настроения электората стратегию. Смотрите, все его предвыборные лозунги, они все-таки конфликтны. Армия Мова Вира. Да, это как раз те, на самом деле, темы, которые сегодня народ прорабатывает достаточно конфликтно в рамках семьи, работы. То есть сталкивание происходит людей, которые там говорят на одном языке, на другом языке, которые ходят в один храм, а нужно теперь там ходить в другой. То есть вот эти все конфликтные реформы, они в итоге, если проанализировать вообще, как работает массовое сознание, они создают что? Все рекламисты знают когнитивный диссонанс. Как работает когнитивный диссонанс, массовое сознание пытается уйти от этого, забыть, не замечать и отказаться от этого. Поэтому политика выбранных посылов абсолютно не верна с точки зрения того, что сейчас происходит в нашем государстве. Светослав Вакарчук, который не имеет такого высокого рейтинга, как предыдущие кандидаты, который тоже не говорил, что он пойдет в президенты. Как вы думаете, какие все-таки перспективы? У него по исследованиям самый маленький антирейтинг. То есть вот наоборот, люди достаточно хорошо к нему относятся. Есть смысл? Вы бы ему посоветовали сейчас баллотироваться? Вы знаете, по большому счету, Зелинский и Вакарчук – это люди одной плоскости. Но Вакарчук не занимается настолько своей предвыборной компанией. И, возможно, у него нет помощников, которые вкладывают в него достаточное количество денег. Потому что Вакарчук хороший парень, он нравится людям. Но как работает массовое сознание? Это же масса механизмов. Нужно доносить по правильному массовому сознанию, что будет, если вы выберете меня. И более того, мелькать. Никто не отменял с позиции психологии восприятия постоянное присутствие. Вакарчук просто ничего не делает с этой точки зрения. Вот и все. А Зелинский молодец. У него четкая программа. Елена, большое вам спасибо за содержательную дискуссию. Елена Рыхальская, кандидат психологических наук, психотерапевт, автор книг, была гостем в нашей студии. Смотрите нас в Facebook, в YouTube и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Хочете быть в курсе актуальных новин Украины и света, чути думки впливовых и интересных спекеров, подписывайтесь на наш канал. Политека онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok